Господа, это конец. Новый фильм Джеймс Бонд «Не время умирать». Это последний фильм, в котором агента играет Дэниэль Крейг. Возникает вопрос, кто его заменит? Букмекеры, да, они принимают ставки на это. Выставляют Джеймса Нортона, Ричарда Мэддена и чужеземца Сэма Хьюена. Мне лично нравится этот парень, потому что он показывает интерес к этой роли. К тому же он шотландец, и это плюс. Ну, эти парни крутые, но они скучные. Что если бы мы сами могли предложить кого-то на эту роль? Первая в моем списке – это Эмили Блант. Посмотрите фильм «Убийца». «Тихое место», «Грань будущего», «Мэри Поппинс». Я видел, как она убивает все виды пришельцев и плохих парней. Она может сыграть чопорную британскую аристократку. И она замужем за Джеком Райаном. Серьезно, если Эмили Блант получила бы роль агента 007, то я бы пошел смотреть этот фильм. Согласна и нет? Пишите в комментариях. Далее Генри Кевилл. Сперва ликвидация плохих парней. Этот бывший супермен справился со степным волками и разобрался с судным днем. А его навыки выглядеть стильно? Парни, вы серьезно спрашиваете об этом? Вы видели его в фильме «Агент Анкл»? И, конечно, не забываем про миссия «Невыполнима последствия». Да, большинство его нарядов были кэжуал, но он также и одевался нарядно. И когда он это делал, то он укладывал всех на лопатки. Кстати, не очень известный факт, он участвовал в пробах на эту роль тогда же, когда и Дэниэль Крейг пробовался. И он ее не получил, потому что у него был лишний вес. Кстати, немного истории. Перес Броснан подавался дважды на эту роль, когда он ее не получил в 1980-х. Так что надеюсь увидеть Генри в роли Бонда. Далее, Том Элис. Многие из вас ничего не слышали об этом парне, но если вы посмотрите шоу «Люцифер», то вы поймете, о ком я говорю. Да, он играет дьявола, но черт возьми, он отлично выглядит в костюме, серьезно. Том Элис не только хорошо выглядит, но у него также были и очень динамичные сцены. И мне нравится его личность. Я считаю, что он отличный актер и мог бы найти себя в этой роли. Кто-то скажет о специфичном характере, не знаю, но я так вижу. Далее, Идрис Элба. У него есть много преимуществ. Во-первых, он аутентичный британец. Далее, он в отличной форме. Этот парень выглядит замечательно, и он знает, как одеваться. И малоизвестный факт, он отлично разбирается в машинах. А именно, у него есть Бентли Континенталь GT Speed. Так что, если вы знаете Бонда, то тогда вы знаете, что это именно та машина, в которой он гонял в своих новеллах. Также стоит учитывать, что Идрис отлично сводит с ума девушек. Так что, будет ли Идрис отличным Джеймсом Бондом? Нет, он сыграет пи***цки крутого Джеймса Бонда. Далее, Том Харди. Мы не видели, чтобы Том Харди слишком часто надевал что-то нарядное. Но мы помним, что в фильме Легенда он ходил в смокинге. Он выглядел хорошо. Физически он самый крутой. На него надет пиджак, и он выглядит потрясающе. Но он настоящая причина, по которой многие из нас хотели бы видеть Тома Харди в этой роли, потому что Кристофер Нолан сказал о том, что будет режиссировать множество серий Джеймса Бонда вместе с Томом Харди. Вы можете себе это представить? Кристофер Нолан входит в игру и начинает снимать по франшизе Джеймса Бонда. Это просто сносит мне крышу. Так что парочку Том Харди и Кристофер Нолан сложно превзойти. Хорошо, держим эту информацию в голове и переходим к Ванессе Кёрби. Хочу признаться, когда я увидел эту женщину в фильме Форсаж Хоббс и Шоу, я сразу влюбился. Я имею в виду, что она была хороша. Очень хороша. Она также играла в фильме Миссия невыполнима последствия. Так что эта актриса достаточно опытная в боевиках. Хорошо, мы убедились в ее актерских способностях. А как насчет ее умения стильно выглядеть? Ну, давайте взглянем на ее работу в короне. Да, мне кажется, у нее есть все, чтобы соответствовать Джеймсу Бонду. Или в данном случае Джейн Бонд. И я считаю ее очень красивой. Так что да, я бы не отказался увидеть ее в роли Джейн Бонд. Далее Чарли Ханэм. Многим он кажется грубым и низкого уровня. И именно поэтому я считаю, что данный выбор сработает. Давайте вернемся немного назад и взглянем на него в сериале «Сыны Анархии». Он был супер-брутальным в этом шоу. И надо быть крутым, если ты хочешь быть Джеймсом Бондом, но при этом он может отлично выглядеть. Только взгляните на фильм «Джентльмены». У него разные стили и он прекрасно выглядит. Поэтому скажу так, это как инь и янь. Это две противоположности, которые, когда смешиваются, то рождается нечто абсолютно уникальное. То, что Чарли может показать миру. Далее мы бросим крученый мяч Бенедикт Камбербэтч. Если вы видели его в Шерлоке, то вы знаете, что этот парень умеет одеваться. Он знает, как надевать разные костюмы, как хорошо выглядеть и как играть свою роль. Он умеет играть детектива и видеть вещи, какие они есть на самом деле. Но добавил я его из-за роли Доктора Стрэнджа. Да, он может хорошо выглядеть в пиджаке. Но у него также есть и характер. Он слегка занощев, но это подкреплено его возможностями. И это то, что мне хотелось бы видеть в Джеймсе Бонде. Мне нравится, что иногда он делает такие вещи. После чего ты думаешь, ну и придурок. Но у него все под контролем. Далее Том Хиддлстон. Первый раз я с ним познакомился, посмотрев фильм «Тор». Он играл Локи. Но скажу так, если бы это была единственная роль, в которой я его видел, то, конечно, я бы не выбрал его для Джеймса Бонда. Но если вы не видели фильм «Ночной администратор», тогда посмотрите, потому что это его пробы. Это доказывает его способность сыграть Джеймса Бонда. Также еще один бывший Джеймс Бонд, Роджер Мур, рекомендовал людям присмотреться к Тому Хиддлстону. Также Роджер Мур до того, как покинул нас, говорил еще об одном кандидате на эту роль Джеймса Бонда, Эйден Тернер. Многие из вас ничего не слышали о нем. Он играл английского оперативника в сериале «Пол Дарк». Он также круто выглядит в смокинге. Это такой персонаж, о котором вы могли ничего не знать, но когда вы видите его игру, то вы сразу меняете свое мнение. И понимаете, что этот парень может прекрасно сыграть эту роль. И, кстати, без того, чтобы испортить ее какими-то своими загонами. А что насчет Дэмиана Льюиса, Дэна Стивенсона или Николаса Холта? Господа, пишите в комментариях, кого я упустил и кто, по вашему мнению, может сыграть следующего Джеймса Бонда. Какое видео смотреть далее, как Джеймс Бонд нарушает правила и добивается красавец. Все это вы узнаете из видео.